друзья здравствуйте мы задавали вопрос о том как выглядит наша земля давайте так эта информация она не новая я не буду новатором я всего лишь подкреплю то знание которое есть у меня из общения из того что приходилось своей жизни видеть и дай бог чтобы все что вы узнаете не потрясло вас настолько что вы расстроитесь наоборот нужно держать хвост пистолетом и собственно ну как бы знаете вот говорит от я там был в иллюзиях ничего страшного все мы так или иначе живем в иллюзиях и наш мозг периодически эти иллюзии подкрепляет так вот если мы видим на видим и смотрим на нашу землю то есть такие вещи которые собственно но не дают нам покоя да вы просто вот смотрите у нас есть ограниченное судоходство ну то есть нам не дают через экватор свободно лететь то есть попробуйте да там нет вам зигзагом скажет что нужно лететь напрямую попробуй а почему вопрос а почему нам все время предоставляют такую карту понятно что плоскостную по которой если ты соберешься путешествовать в кругосветку ты просто не доберешься или например нам говорят о том что есть логос а где он есть то есть очень много вопросов на которые система нам не дает ответа так вот если мы посмотрим на такое привычный для нас образ как яйцо но мы знаем что у нас земля она геоид то есть не надо представлять куриное яйцо потому что она реально сильно вытянутая но геоид это не круг это слегка приплюснутая окружность так вот если мы посмотрим на яйцо то мы видим что есть поверхность есть скорлупа есть внутренняя часть скорлупы а вот представьте себе схему мы берем яйцо сверху под определенный радиус берем кусочек скорлупы убираем получается красивая окружность дырочка и с этой стороны такая же по размеру плюс-минус дырочка и у нас получается что что у нас внешняя поверхность которую занимаем мы есть внутренняя поверхность которые занимают другие цивилизации там как раз на внутренней поверхности те кто называется нордики или агарцы то есть но агарта эта сторона порядка семи государств не так много как у нас там сохранились есть полины и верзила у нас слова верзила это какой-то большой и очень глупый такой вот нахалистый человек но это не так это просто крупная крупный представитель нашей цивилизации то есть рост людей которые там есть с внутренней стороны он соответственно обеспечивает обеспечивается темного биоциноза который есть внутри полой земли если у нас тут три дерева на всю землю на поверхности то там заповедные леса сохранились там сохранились фрукты ягоды белковые жировые нуклеотидные то есть то что у нас сейчас убрано у нас кроме амаранта и авокадо ну и дуриана который есть по запаху невозможно практически ничего не осталось а там все то есть то есть заповедные леса сохранить вот оттуда у них и акцепитальный рост оттуда у них и состояние благодати и состояние эмоциональное состояние духовное потому что очень много чего определяется средой это только у нас мы мы за мы в состоянии рабство то есть мы захвачены нам сказали вы рабы и попрошайничайте делайте все чтобы все было вот плохо чтобы все было что мы были паствой стадо надо пасти вот нас и пасут изымают железы изымают кровушку изымается яйцеклетки сперматозоиды это это все по ночам изымают так вот вернемся к земле то есть скорлупа не такая тоненькая как у яичка она естественно толстая но сама вот эта внутренняя полость которая там есть она очень обширная и там действительно точно так же и озера и реки и моря и заповедные леса и священные рощи то все это сохранилось а нам придется восстанавливать так вот в чем же суть у нас есть солнце вокруг которого мы собственно и вращаемся а а там есть логос то есть в центре нашей земли есть логос вообще земля всегда была центром вселенных если мы посмотрим настроение галактики то мы находимся на отшибе мы вообще к центру не имеем отношения но мы были культурным центром понимаете а почему потому что у нас была чаша мира куда каждый желающий оставлял капельку своей крови что кровь это носитель информации не только генетической а еще способности возможности знаете какое количество вот капель и крови оставляла что в центре этой чаши формировался такой камень ну как камень знаний да в некоторых легендах такое обоснование так это вот как раз спекшаяся кровь и каждый прикасающийся к чаше обретала те самые способности возможности понимаете вот так у нас была высокая культура мы жили вечно мы росли вечно поскольку сохранялся акцепитальный рост и в целом развитие было безграничным сейчас это все частично осталось во внутренней земле так что вот так собственно как же туда попадать во первых входы которые у нас северное и южное полушария имеет а это полюса потом во первых с одной стороны на северном полушарии там диполис там значит швабия обосновалась до нас никто не пустит потому что если посмотреть на количество людей которые есть на планете 6 миллиардов и посмотреть по количеству людей в каждой стране то откуда-то лишние берутся порядка трех миллиардов три с лишним кто такие где живут это швабия их тоже вместе с нами считают когда говорят что нужно сокращать количество жителей на земле то их тоже имеет ввиду но их оставят в первую очередь а нас будут убирать отсюда и прививочки отсюда и роды вот такие тяжелые отсюда и вот такое арабское питание отсюда такая жизнь обрыдлая понимаете вот там делают все чтобы мы сама уничтожились и собственно войны а потом весь космос к это они вообще такие войны ведут о какие там разумные нас перевели из разумных условно разумных когда мы и теории относительности пропихнули сказали да 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 она правильно нас из разумных перевели в условно разумные и когда мы вот совсем недавно объявили что плоская земля существует нас окончательно на уровень неразумных спустили а что делать с неразумными едят насилуют убивают давайте все эти бредовые мысли они приводят тому что с вами никто считаться не будет что считая то и получаем так вот если мы посмотрим что у нас в верхнем тартаре находится телепортационные пирамиды то есть у нас верхний тартар но во первых у нас есть тартар и у нас есть аид вот у нас есть якобы бог аид да вот в римской и греческой мифологии так вот сказали что это бог но это не бог это снивелированное как бы местоположение чтобы мы не дай бог не вспомнили что аид это нижние этажи у нас земля это многоярусный пирог то есть энное количество ну порядка там насколько 17 18 это на стартер аид еще пять или шесть этажей то есть это в этаже это как вот но прям жилые огромные с высокими сводами то есть там помещались титаны представьте как какая высота то есть получается что вот вот эта слоеная вся ситуация которая есть нас пускает только в самые верхние этажи но там кто ходит все на это смотрит да вот под каждым крупным городом есть как же называют но не тоже что ли а подземелья вот кто туда ходил тут знаешь там уже начинаются интересные странные вещички а кто глубже опускался видел и необычные существа например крыс которые величины со свинью или например такие круглые мохнатые существа на на двух ножках но вот непонятно то ли птицы то ли животное то есть вот это все вот верхних этажах бегает прыгает понимаете вот то есть у нас слоеный пирог и у нас действительно есть проходы во внутреннюю землю но все они очень сильно охраняются что мы не дай бог туда не попали с южного полушария вот там где у нас пользы там тоже можно пройти но вот тоже закрыт захватчиками то есть там базы стоят ну вот так то есть нам говорят что там льды это неправда дальше земля уже сколько было отмечено что прилетает например какая-нибудь комета астероид или еще что-нибудь долетать до земли и почему-то рассыпается что это такое у нас внахлёст стоят два купола значит вот у нас земля вот у нас идет экватор и на экваторе столбы были стал бы до по-современному которые держат вот представьте себе две скорлупки яйца прозрачные с одной стороны и с другой стороны и они вот так внахлёст друг с другом находятся то есть получается что вот этот вот нахлёст он нет не не вот так а с небольшим расстоянием что-то все равно долетает периодически этот купол полупрозрачный его чинят кто чинит но насколько я знаю жители внутренней земли потому что мы-то помрем они тоже вместе с нами поэтому мы сейчас не занимаемся этими всеми сбережениями того чтобы нас не уничтожили этот купол он появился 500 лет назад он не всегда был вот эти змейные ряды или например стена китая которая сейчас называется китайская стена она строилась для того чтобы когда на же луны были порядка 8 лун когда они падали говорят 33 это последние 200-300 лет потом их тоже уничтожили потому что последний поток был 1848 год с 1845 по 1848 то есть поток почему потому что последние луны разрушились и осталась только селена вот та которая у нас сейчас есть слово заселенное слово село то есть мы заселяли всю нашу солнечную систему и все остальные системы так вот когда луны падали представьте когда это же как какое грандиозное вибрационное событие естественно это сопровождалось не просто там она взяла и упал это было ядерная атомная война отсюда и похолодание отсюда слово беспечные люди то есть те которые до последнего думали что печка не нужно будет то есть печка это недавно изобретение совсем поэтому как бы мы сейчас считаем это нашей основной культурой но это не так то есть это совсем недавно появилась ну хорошо значит когда падали дайте осколки лун и начиналось во-первых похолодание за того что была война атомная и воды выходили из границ повреждал даже на земле сейчас огромное количество воды а раньше она перераспределилась по всем этажам когда все начало рушится у нас вся эта вода которая была там в резервуарах на всех этажах кормила поила там значит леса создавала то что растение растут даже в темноте и они светятся когда они влюбляются друг друга потому что есть мужские и женские растения у нас сейчас гермафродиты то есть у нас нет разнообразия которое должно быть соответственно получается что вся вода вышла наружу и вот эти вот змеиные валы и стены или различные там огромные насыпи мы делали для того чтобы воду задержать и когда нам удавалось на некоторое время задержать воду сначала в северном полушарии появилась вот это вот прозрачная защита а потом снизу и идут нахлёст а по экватору идут столпы которые поддерживают ну и соответственно такие же столпы есть на южном полюсе и на северном и на южном полюсе но вот так то есть мы во вселенной не еди не сказать не одни огромное количество цивилизаций марс обитаем венера обитаем они тоже имеют внутреннюю вот эту многослойную структуру даже луна обитаем и тоже внутри есть этажи и практически все планеты обитаем и другое дело что на некоторых из них захватчики на некоторых планетах ужасное условие существования там те кто остался то конечно не то разнообразие и не те благие условия какие должны быть но вот так и понимаю что у вас будет еще много вопросов по этой теме но это основное что нужно делать сажать деревья восстанавливать нашу культуру родить любить друг друга обожать свою семью обнимать друг друга душами для того чтобы мы источали благодать и мы эту систему об колено сломаем не агрессии не болью не защитами различными глупыми а родением своими действиями благими когда вы через оба через ну современное слово любовь начинаем проявляться как светлое начало как доброе начало а мы знаем да что есть мультик про крошку енота который заглядывал водичку сначала так ругался ругался то улыбнулся ему в ответ улыбнулись так вот нам тоже нужно эмоционально духовно душевно мысленно улыбаться особенно мужчины мои дорогие вам сейчас напряг такое в голову убили по поводу этой войны да это серьезно да это важно но если мы сейчас все дружно начнем эмоционировать благостно все это быстро закончится потому что мы на уровне вибраций скаканем и что с вами сделать ничего с вами не сделаешь потому что мы будем доказывать своим поведением своим эмоциональным планом своим духовно-душевым планом что мы живые что мы разумные а значит с нами можно считаться я вас благодарю пусть у вас все ладится получается всего доброго